Во время Оно, явись Иисус учеником Своим, Восстав от мертвых, И глагола Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли мя паче сих, Глагола ему ей, Господи, Ты весь яко люблю Тя, Глагола ему пасиагнцы моя, Глагола ему паки второе, Симон Ионин, любишь ли мя, Глагола ему ей, Господи, Ты весь яко люблю Тя, Глагола ему пасиовцы моя, Глагол ему третий, Симонионин, любишь или мя? Оскорбей же Петр, я кричей ему третий, любишь или мя? И глагол ему, Господи, Ты вся веся, Ты весь, я колюблю Тя. Глагол ему, Иисус, спаси овцы моя. Аминь, аминь, глаголю Тебе, егда биюн, поясашеся сам и хаждаше, ама же хотяше, егда же состареешися, и воздежеши руцы Твои, и интя паяши, ты веде, ама же не хочеши. Сие же рече, на знамены, кою смертью прославит Бога, и сия рек глагола ему, иди по мне. Обряжся же Петр, ведюченика, его же любляши Иисус во след идуща, и же возлежена вечерина перси его, и речи, Господи, кто есть предоятия. Сего видев Петр, глагол Иисусове, Господи, сей же что? Глагол ему, Иисус, аще хащу, да той пребывай, донди же прейду, что к тебе? Ты по мне гряди, и зыди же слово сев, братью, як ученик, кто не умрет, и не речей ему, Иисус, як а не умрет, но аще хащу, да той пребывай, донди же прейду, что к тебе? Сей есть ученик, свидетельство о сих, и же написа сия, и вем я ко истинное свидетельство Его. Суть же и намного, я же сотвори Иисус, и ажащи по единому писано бывают, ни самому, ни всему миру, вместите, пишем их книг. Аминь. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня суббота, 11 июня, и сегодня мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, читаем 21 главу, с 15 по 25 стих, по окончании главы 21, по окончании Евангелия от Иоанна. Сейчас давайте с вами идем это место в русском переводе и послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки на современном нам с вами языке. «Явился Иисус ученикам Своим, воскреснув от мертвых, и говорит Симону Петру, Симон Иоанин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя? Иисус говорит ему, паси агонцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Иоанин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя? Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Иоанин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему, паси агонцев моих. Истинно, истинно говорю тебе, Когда ты был молод, То припоясывался сам И ходил, куда хотел. Когда состаришься, То прострешь руки твои, И другой припояшет тебя, И поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, Какую смертью Петр прославит Бога. И сказал Сиек, говорит ему, Иди за Мною. Петр же, обратившись, Видит идущего за ним ученика, Которого любил Иисус, И который на вечере, Преклонившись к груди его, Сказал, Господи, кто предаст Тебя. Его, увидев Петр, говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, Если я хочу, чтобы он прибыл, Пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною. И пронеслось это слово между братьями, Что ученик тут не умрет. Но Иисус не сказал ему, Что не умрет. Но если я хочу, Чтобы он прибывал, Пока приду, что тебе до того? Си ученик и свидетельствует о сем, И написал си, И знаем, что истина свидетельства его. Многое другое сотворил Иисус, Но если бы писать о том подробно, То думаю, самому миру Не вместить бы написанных книг. Аминь. Вот такие евангельские строки Сегодня нашему вниманию Стоя Церковь предлагает. Что же здесь мы с вами видим? Видим, как Господь После своего воскресения Валяется ученикам своим. Ученикам, среди которых Находится также Симон, Ионин. Почему именно так Господь Дальше к нему обращается? Почему не называют его Петром здесь? Потому что Петр Перестал быть Петром, Когда отрекся от Христа, Когда предал его. Он перестал быть тем камнем, Камнем веры, Вот такой вот скалой, Скалой твердости, Несокрушимости, Скалой исповедания Христа. Стал вновь Симоном, Сыном Ионы. И вот Господь обращается к нему. Симону, Ионе, Любишь ли меня больше, Нежели они? Почему так Господь здесь просил? Потому что Петр В свое время очень похвалялся Любовью своей. Он в какой-то степени Даже гордился ей. Он сказал, что он настолько Сильно горит любовью К своему учителю, Что ничто не сможет Его как-то вот куда-то Влечь в сторону. Помните, как он говорил? Говорит, что Господи, Даже если умереть с тобой, То не отрекусь, Я тебя всегда буду с тобой. Очень уповал он На свою вот эту вот Горячность внутреннюю, На свой огонь, Который в сердце у него горел. Здесь Спаситель спрашивает, Ну что, Симон, Вот так вот у нас все произошло. Так вот скажи, Любишь ли ты меня больше, Нежели они? Сможешь ли ты теперь сказать, Что и сейчас Ты лучше всех В этом плане? На что Сим, Петр ответил ему, Так, Господи, Ты знаешь, Что я люблю тебя. Смотрите, Симон не отрекается От любви своей. Потому что любовь Продолжает в нем быть. Он не разлюбил Христа. И, в первую очередь, Что об этом свидетельствует, Это то покаяние, В котором у него было. Расплакался горько, Он понял, Что он натворил. Но он не пошел И не отчаялся, Как Иуда, предатель. Он остался учениками своими. Он понимал, Кто он такой теперь. Понимал, Что он хуже всех. Но тем не менее, Он желал быть Со своими собратьями-апостолами. И так же он и дождался И воскресения. Христ обалден Из первых, Кто увидел Спасителя воскрешего. То есть любовь в нем осталась. Но смотрите, Как его смирение здесь уже. Он же перестал здесь Уповать на своем себе. Он просто говорит, Что Господь, Ты все знаешь сам. Ты знаешь, Ты видишь мое сердце лучше меня. Ты видишь, Что я люблю тебя. Я уже не хочу об этом Всем вокруг кричать, Говорить, Что я люблю, И вот любовь моя Теперь вот там горы Будет передвигать. Просто знай об этом. Господь, Он говорит, Что посяганцев моих. Здесь подагнанцы Местоятцы подразумевают, Понимают учеников Христовых. Здесь Господь говорит, Что ты будешь теперь Да, Вот В какой-то степени Старшим среди них. Старшим, Ну, по чести, что ли. Потому что, конечно же, Апостолы все были равны между собой. Вспомним, например, Апостольский собор Возглавлял апостол Лаков, А не апостол Петр. То есть, Здесь о том, Что Спаситель ставит его Пости учеников Христовых, Не значит, Что теперь он становится Каким-то наместником Христа на земле. Да, как об этом Там неправильно Учат рима-католики. Нет, здесь именно Вот это вот, что ли, Какое-то уважение. Уважение по-человечески Будет особое К апостолу Петру Среди апостолов. Да, он старейший, Он где-то в какой-то степени Более мудрый, Может быть, Среди них был. Но Господь говорит ему, Что-то опаси Агнцев моих. Еще говорит ему В другой раз Симонон, Любишь ли меня? Уже не стал Господь Говорит, Любишь ли ты меня Больше всех? Он просто снова Обучение апостолу Говорит, Любишь ли ты меня? Давай-ка вот снова Сам себе апостол Петр Да задай этот вопрос, Есть ли в тебе любовь? Петр говорит ему, Так, Господи, Ты знаешь, Что я люблю тебя. То есть, Господи, Ты видишь сердце мое, И я не отказываюсь От этой любви, Она пребывает во мне. И Иисус говорит ему, Паси овец моих. То есть, снова говорит, Что да, будь, Будь для них Вот таким вот Руководителем И да, В земном понимании Учителем. Учи вере, Учи, Как жить по этой вере. То есть, Будь апостолом. Через это еще Стец и говорят здесь, Господь восстанавливает Апостола Петра В его вапостольстве. Да, когда он отрекся От Христа, Он отпал И снова стал Симоном. А здесь снова Господь Его призывает быть Петром. Говорит ему в третий раз Симонон, Любишь ли ты меня? И Петр опечалился. А почему он опечалился? Потому что Апостол Петр Здесь уже дальше Поспередине своему понимает, Что я не достоин же ничего. То есть, Естественно, Видимо, Господу как-то виднее. И мне это, Я все еще вижу В любовь себе к нему. Но почему же Тогда он меня спрашивает об этом? Может быть, Он видит, Что любви-то уже и нет. Может быть, Я себе что-то там придумываю, Надумываю. И очень сильно опечалился Петр от этого. Печалился. Не то, что какое-то, Знаете, Отчаяние, Эта амбида нет. А такое, Трезвое состояние, Трезвое видение самого себя. То есть, Видимо, Что Петр Здесь не надеется На самого себя. Даже на свою любовь. Но тем не менее, Говорит ему, Господи, Ты все знаешь. Ты все знаешь. Все для Тебя открыто. Ты знаешь, Что я люблю Тебя. То есть, Я еще вижу любовь в себе. Но, впрочем, Не моя воля, Но Твоя да будет. Иисус говорит ему, Паси овец моих. То есть, Да будь моим апостолом. И дальше открывает Петр, Что будет дальше с ним. Истинно, Истинно говорю тебе, Когда ты был молод, То припрясывался, Сам и ходил, Куда хотел. А когда состаришься, То прострешь руки твои, Другой припряшь, И тебя поведет, Куда не хочешь. Здесь Господь Вот так вот, Так образно Петру Говорит О его кончине мучениской. То есть, Ты будешь, Да за меня убит, Так же на кресте тебя распнут. Почему слова, Что поведут, Куда не хочешь? Неужели Петр Не желал Принять смерть для Христа? Нет, желал. Здесь, Как об этом толкует толкователь, Говорится, Что человеческая вот природа, Наше тело, Оно, Ну, Как бы, По естественному, Но боится смерти, Трепещет этого всегда. А душа, Так как с телом связана, Она тело сочувствует. Так вот, И здесь, Когда тебя поведут на смерть, Господь говорит, Что ты будешь все равно По-человечески бояться И трепетать. Да, Ты будешь умом и сердцем Хотеть этого, Чтобы мерить за него, Все равно будешь бояться. То есть, Вот так вот, Можешь здесь понимать, Эти слова, Что поведут тебя туда, Куда не хочешь. Сказал же это, Давай разуметь, Какую смертью прославит Петр Бога. Сильно прославит, Потому что умереть за Христа, Это значит иметь Несомненную веру к нему И любовь к нему иметь. А если пойти, Вот так вот, Безропотно на смерть, Значит, Пользоваться какой-то Особой силой, Которая тебе помогает Преразмогать вот этот Страх смертный. А кто эту силу дает? Бог. И Бог через это И прославляется в человеке, Показывает, Что вот какой мне ученик верный. Вот насколько он меня любит. Сказав это, И говорит, Иди за мной, То есть будь моим апостолом. А после этого Петр задает, Видимо, Христу вопрос, Касаемый Иоанна Богослова. Оборачивается, Видит, Что-то идет и спрашивает, А этот-то что? То есть, А к чему здесь этот вопрос? Петру здесь хочется, Чтобы Иоанн был вместе с ним, Чтобы и он также был Мучеником ради Христа, Чтобы он точно так же Любил Христа И был верным до самой смерти. Вот ему и хочется Господа спросить, Что скажи про это? Он же тоже ведь со мной пойдет. Ведь он-то любимый твой ученик. Он-то ведь тоже станет тебе до конца верным. На что Спаситель ему говорит ему, Что, Петр, Тебя в данный момент Этот не касается. То есть, Ты здесь не пытайся Исследовать жизнь И жизненный путь Каждого человека. А по поводу Иоанна Сказал Господь так вот, Что, А если я хочу, Чтобы он пребывал, Пока я не приду, Что тебе до этого? А эти слова Христа Не позволят другим ученикам Сделать неправильный вывод. Они подумали, Что, Ну, значит, Ученик этот не умрет никогда. И будет жить до самого Второго пришествия. На что, кстати, Сам об этом говорит, Что, то есть, Так Господь не говорил. То есть, Нет, Это все неправильное понимание. И не нужно думать, Что я не умирал. Он был похоронен. Все это, Ну, так и произошло. А все ученики свидетельствуют Об этом и написал. Это и знаем, Что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, То думай, Самому миру не вместить бы Написанных книг. Ну, это что значит? В том, что, во-первых, Очень много чудес Господь нашего Можно описывать. Потом то, То, что Господь, Как Бог творит, Действительно, Мир просто не может Это вместить До всей полноты Вот этой божественной деятельности. Ну, и опять же, Да, это так вот Образно говорится о том, Что, ну, Не в книгах даже Об этом писать надо. Что это сердце Человеческой веры Способно вместить До того, Что не способен вместить Даже весь мир, То есть самого Бога. Вот такое Евангелие Сегодня мы с вами прочли. Дорогие наши братья и сестры, Помоги нам Бог его помнить. Читали мы сегодня с вами Евангелие Туана, 21 главу, С 15 по 25 стих. Всем нам напоминаю Необходимости чтения Священного Писания Ежедневно, Хотя бы по одной Или по две главы. Редактор субтитров А.Семкин